всем привет ребят ну что я вам показал сборку роли на сборку героя который не убивается как я обещал и я его протестировал в подземках и записал один длинный видос с прохождением потом подумал нахина она вообще надо начинаете прохождение родины надо вам просто покажу на примере подземки тест разных вариаций сборок и как таким родина можно просто ушатать на всех по локациях с помощью супер питомцев на фарм локациях все здания там не знаю не дать противнику вас пройти на зб это просто нереально уже будет потому что вы его никогда не убьете вы нападете на такого ронина и ваша пачка просто его не пройдет все если у нас уже с маскировкой как бы решена была проблема вроде как бы решена относительно опять же донатным героем мэри которые сделали скиллы что они там от них от нее убиваются но это такое ее можно слить но этого героя по хрен сольете то есть герои с маской там зефиры огни китом об мари еще убиваются родину пофиг вот такому родину которого я показал ему просто насрать вот я специально сейчас хочу сделать тест вам разных вариаций разных сборок героев ставим ожог плюс выживание сборка номер один снаряга то есть они все одинаковые уклонения ничего не меняется без питомца темно кошмарку восьмую так как там ну больше всего дамага я вам просто возможно разработчики это видео видят ну к чему они вообще делают эти обновления выкидываем зефира смотрим на зефира но это топовые донатный герой сливается причем зефир у меня там суп ну нормально нормально сборки оккультист сливается поражение оккультисты ворожая вместе сейчас будут долго сливаться я думаю ну сама суд попадают и в принципе должны слить с посмотрим все конки 100 убрали ворожая у нас с топовым уклонением я не вижу там я супер потом составил или нет если там свыше 12 к уклонения или там больше или свыше 15 у вас по герои будут рисовать ну то есть то что вы сейчас видите ну как бы ладно окей с этим согласен это топ донатный герой все дела где-то этот выражай долбаный здесь супер прокачка здесь фулклон плюс у него отхил и теперь тестируем просто ронина обычного ну скажем так донат и без доната десятку прокачать уже не проблема выживания не проблема стандартная наш наша сборка стандартная сборка на кошмар я его закидываю вот я специально возле малыша не к чтобы он на отражалках там не особо сливался он появился и сейчас я не знаю посмотрим сколько он проживет в такой сборке новый все сами видите на цветом 16 секунд чем героя нет делаем другую на сборку ставим другого воронина какой там у нас еще топовый со стойкостью стойкость плюс маскировка пусть будет так то есть они все одинаковые ну этот наверное еще быстрее сольется я вам просто показываю чтобы вы видели но этот вообще слился нафиг дальше еще одна сборка ожог плюс к ссор ну Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что по нему урона чуть-чуть меньше проходит. 25 секунд. Ну то есть это топовая сборка, скажем так. Ставим сюда. Огненка 10-я была. Это просто сам, ребят, самый сок обновления. Помимо того, что уже засрали нам в запределе, просто засрали. Показал видос, они его убили. Так у нас еще и вот эта вот хрень. Плюс, ну, это просто огонь. Так. Сейчас вы просто увидите разницу в бронинах в игровом процессе. Тан-тан-тан-тан-тан. Ну, проседает. Не так, конечно, наверное, проседает. Это максимальный деф-навариант. Ну, попали и все. Идем дальше. Дальше у нас самая веселуха. Ставим наше воронина. Я так 8-1 прошел с суперпатом. Возможно, сейчас пройдем. Так, убираю. Ой, не суперпатом. Таким суперпатом без суперпитомца. Ставим сюда. Сожор для начала. Начнем, стартанем с ожора. Что вы, ребят, видите? Просто смотрим молча. Молчанка прошла. А хп у него не уменьшается. Почему? А потому что весь входящий урон, даже под этим, превращается в отхил. Все. Плюс 2 секунды там получается у него еще дополнительно не уяза. И оно совпадает с кулдауном. Все. Сейчас я даже дальше вам сниму эти эмблемы, покажу еще, чтобы вы просто понимали. Тут вопрос даже не в ожоге уже. Тут вопрос просто в кулдауне, что они совпадают. Кулдауном нового таланта и эта хрень. И все. И героя просто, ну, никак ты не убьешь. Соответственно, все пвп локации, если уже на восьмой кошмарке его не убивают, то его уже не убьют ни на какой другой локации. То есть, здесь атакуют, блин, целые. Вот посмотрите, сколько здесь Фрейс, сколько всего, сколько героев. Ему пофиг. Просто пофиг. Он будет у вас стоять целых три минуты. Да, может, когда-то его там по нем попадут. Салют с удара. Ну, вот вам явный пример того, что герой просто стоит и ему просто насрает. Я вам показал все топовые сборки, все вариации. Вот так вот. Этот будет стоять целых три минуты и ему будет просто пофиг. То есть, вы можете такого родина создать, бегать на битву гильдий, на ЗБ, там, вашу пачку не салют. Просто подосрать. А вы можете такую сделать для всех по локации. Подземки фармить. Я не знаю, что хочешь, можно фармить. Его не убьют. Не будем. Давайте дальше тестировать. Тестируем дальше. Я снимаю. Может, с ожогом он тащит. Я снимаю, нафиг ожог. Может, хоть так убьют. Все-таки там 80% на попадание. Это тоже дофига. Смотрим. Просто без комментариев. Я думаю, вы и так все понимаете. То есть, ожог в данном случае ни хрена не решает. Другие таланты тоже ни хрена не решают. Просто решает один талант, пулдаун и умение героя. И все. Вы просто себе в кайфе сидите и смотрите, как ваш супер пэт просто долбит. Либо кошмарку, либо топа на битве гильдий. Ну, без разницы, какой это. На забашки вас слить там не могут. Мне интересно еще, что будет с атакой фартов. В запределье. Без комментариев я видос показал. Что IGG делала в этой обновлении. Ну, в этой обновлении, я не знаю. Ну, вот явный показатель того, что просто насрать. То есть, есть там талант, эмблема. Нет. Ну, точнее, эмблемы нету ее. Здесь просто совпадание. Кулдаун и все. И герой не убивается. Такс. Поехали. Пройдем. Покажу, как пройти. Кошмарки. Вот тут у нас там. Сейчас возьму магию. Ну, тут плюс-минус. Надо несколько попыток. На похождение. Берем всю магию на урон. Попробуем сейчас его здесь. Здесь, конечно, много отражалок. Ну, ничего страшного. Ребят, мы опять же идем. Без эмблем. Учитывайте, этот герой сейчас на отражалке напоролся. Так, ай, я не взял там эту магию. Вот, вон, на отражалках. У нас, асуриков дофигища. Ну, дальше уже надо ждать. Без эмблемы, ребят. Без эмблемы. Просто насрать. Один талант. Вот без доната вот эту вот фигню качнуть без проблем можно. То есть, вам надо иметь рунки. Этого вообще сейчас не проблема. Фармите шарик, который будет на некоторых серваках уже есть. Там на десятку есть. На девятку тоже не проблема достать уже для без доната. У кого-то есть в загаршнике. Выбиваете. Ну, конечно, надо выбить еще этот талант. Ну, а я думаю, это не проблема. Многие ребята повыбивали уже. И делаете такого родина. Уклонение. Ну, я не знаю. Если хотите, пишите в комментах. Я просто потестирую. Покажу вам героя на это. На другой сборке без уклонений потестирую, если надо. Ну, напишите, если вы хотите дальше увидеть. Я думаю, тут нечего уже смотреть. Вот вам обряд лечения есть. Я думаю, там, либо какой-то выбили четвертый. Его тоже хватит с головой. Все. Это кошмар, где убиваются топовые герои. То есть, у меня герои, я вам сейчас просто покажу. Вот Мэри. Окультист. Седна. Зефир. Окультист. То есть, они дохнут. Вот реально, они дохнут. Тут у нас уже половину мы развалили. Это называется, я вам хотел показать прохождение. Я вам просто показываю. Сейчас я зайду, вам покажу этих героев на таблетках, какие у них сборки. Короче, без комментариев, я думаю. Ну, просто, просто трэш полный. То есть, этот герой, он собран похуже, чем эти. Тут суперпитомец стоит. Ну, это Зефир. Здесь стоит суперпэт. Это такое. Окультист. С уклонением тоже. Его слили, как нефиг петь. Тоже с уклонением. Ну, то есть, они все одинаковые, по сути, по уклону. Здесь именно играет роль таланта. Ну, Мэри у нас на танк. То есть, герои такой же сборки, они просто сливаются. Здесь из-за таланта, вы можете просто, даже без эмблемы, просто прокачали герой талант, поставили питомца, пошли, не знаю, может в рейдах кто-то нас сольет. Идем в рейды. Поищу пачку с водушками. У нас водушками. Есть. Ну, это опять же, без эмблемы. Может, точности здесь надо больше. Я не знаю. Но у нас и уклонение не особо много. Оба ворожей. Фрея. Канубис. Зефир, которому мы атакуем. Это не просто ему ни хрена, ну, не делаем. В общем, вот так вот, ребят. Поставьте лайк, поддержите видос, чтобы больше вы видели, сделайте репост, чтобы больше ребят знали, какую эмбу теперь надо качать. И будем ждать, что же IGG ответит по этому поводу. Потому что это просто огонь. Просто без комментариев. Я даже выкину сейчас. Давайте вот опять же. Ясно выкинуть. По культистам. По нём попадают, его сливают. У него максимальные дефные остатки. И посмотрите, он получает урон, его сливают. Ну, он превращает отхил, но всё же. А тут вообще минималка. Тут просто талант. Прокачиваете, ставите суперпитомца. Всё, эмблемы там можно тоже поставить. Можно поставить немножко утекать. Ну, это уклонение. В общем, пишите, хотите, я сделаю вообще без уклона его. Вот такие вот, ребятушки, дела. Ставьте лайки. Не знаю, бомбите. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok